Есть хуйня, хуетень и хуйнища. Хуже, чем сейчас, не будет точно. Переходя от попов, собственно, к служителям других помещений, к чиновникам. Хуярь его, блядь, хуярь! Приходит, вот мы там сидим, стоим, муж с женой на кухне. Ну, в хорошем смысле, на себе кажется. Тоже знаковое событие в прошлом году, свадьба Ксении Собчак. Мы сегодня хотим обсудить сирийские вопросы, такая пизда выезжает, пластмассовая, блядь. Поп Минаев это осуждает. Ну, и, конечно, главная новость, я считаю, одна из главных, поскольку в нашей жизни появился человек, наш дорогой брат, робот Фёдор. Да, и он был звездой, он сидит вот за мной. Но, в принципе, я считаю, что это же ничем он не отличается ни хуя от робота Фёдора. Вот это вот блядь бедро. Нет, это абсолютно бессмысленное ведро. Понимаешь, что сам робот Фёдор, это квинтэссенция русской жизни, родился, немножко потерпел и умер. И при всём при этом на тебе ещё сделали бабла. То есть ты остался без ног ни хуя, а кто-то там ещё на этом заработал, что-то себе получил и распилил. То есть он поэтому прожил только на встрече. На самом деле удивляюсь, это феноменальная миссия Дмитрия Олеговича Рогозина, который гнал на Маска, считал его достижения сомнительными, рассказывал о том, как всё охуительно, а потом сказал, что вообще у нас денег на Роскосмос нет, до сих пор мы живём советскими разработками. Потом про каких-то, блядь, вот этих роботов-кентавров заявил. То есть такое впечатление, что человек специально, сука, троллит людей. Ну, работа у него такая. Ну, понимаешь, когда нету реальности, нужно создавать какой-то повод. И, кстати говоря, мне вот этого робота... А в прошлом году, подождите секунду, но в прошлом году сказал Рогозин, тогда, помнишь, что, значит, корабль... Начались проблемы, потому что дырка была в обшивке. И когда его спросили, Дмитрий Олегович, а с чем вы связываете эти дырки в обшивке корабля? Он сказал, мы связываем их с движением железного вращающегося предмета по обшивке. Это даже пиздец так ответить. Не, ну, блядь, и там тоже американцы нам гадят и в космосе, и везде, потому что... Ну, вот засрали же сейчас эти самые, на МКС все унитазы отключились из-за того, что американцы нам поднасрали. Они просто свои бургеры жрут. Да, да. И все, блядь, потом... Да, да, американцы тупые жрут бургеры, пердят, срут, и наши спутники поэтому не летят. Слава Богу, у нас все хорошо в этом плане, и у нас заводят ядерные отходы. Самое интересное, конечно, в этом во всем, что Дмитрий Олегович, он производит свои заявления раз в месяц, народ срет кирпичами, просто срет кирпичами, все луют лузы, орут, хайпажорят на этом, ну, как бы, и вроде все ок. А Федор, робот, страдает. Блядь, робота мне реально жалко. А ты знаешь, что ему ебнули же молотком эти, мудаки-космонавты? Мало того, что молотком, потом его взяли, отвертка, еще там пырдули, и... Ну, вот домашнее насилие-то, блядь. В самом деле, домашнее, общественное. Потом его пригнали на землю, отпилили ноги и закинули его на склад. А они же хотели какой-то памятник ему сделать. Ну, возможно, еще сделать. И самый главный вопрос, еще я уверен, что на этого робота Федора, скорее всего, выплачет какую-то пенсию, и он, естественно, не получает. Ну, вот, кстати, по поводу... Ну, робот Федор вроде символическая хуйня же такая, да? Он какой-то первый такой, этот, андроидоподобный, или как он там называется. Ну, вот, ты знаешь, вот символ, над которым вся, значит, Россия и весь Советский Союз просто, блядь, рыдал в три ручья. Это олимпийский медведь 80-го года. Ты знаешь, какая у него судьба была? Значит, вот он взлетел, да, до свидания на Слашковой Мишках, все там, значит, обдрочились, сказали, ебаный в рот, пиздец, молодость ушла, там, слезы. Он улетел на шарах, шары сдулись, он ебнулся где-то за городом, его поймали, значит, ну, не поймали, в смысле он не бежал, он нашли этого медведя, бросили на склад где-то в районе ВДНХ, он там сгнил. Ну, почему бы и нет? Ну, как, блядь, ну, я бы сохранил этот символ, а он просто нахуй сгнил. Ну, в этом и все мы медленно все гнем. Кстати, по поводу робота Федора, тоже интересный момент, вот, это же проходит куча этапов согласования, да? Это же не просто так, вот, кто-то, Рогозин, там, проснулся бы одной, давайте робота Федора сделайте. Это же кто-то разрабатывает, потом согласовывает, и ни на одном из этих этапов никто не сказал, ребята, что мы делаем вообще, зачем? Ну, если вы не боитесь Бога, то побойтесь, там, технологического прогресса и все еще, вот, а то, зачем? Потому что на Руси Бога не боятся, боятся на Руси только ФСБ. Ну, побойтесь, наверное, они с ним договорятся потом. Хуй, блядь, вот тут как раз я думаю, что нет, этот суд будет пострашнее Божьего. Ну, пока мы этого не видим, ну, чертого, что... Условно, он вообще-то же не робот нихуя, потому что он же ничего не делает самостоятельно. Нет, это просто вот это ведро, вот, как он стоит, вот у нас вот здесь, такое оно и есть. Хуй, будешь мандаринку. Только, может быть, даже у этого ведра еще более взгляд какой-то осмысленный, а у того... Он же осмысленный, блядь, люди рисовали нормальный. А Нирагозин твиты на него писал, да? А он же да твиты писал, он не мог пристыковаться. Нет, он же писал, да я не могу, спросите меня. Нет, на самом деле, я понимаю твой вопрос, что на каждом этапе они обсуждают такой, знаешь, как вот этот поиск про поручика Киже, блядь, этого не существует, нихуя. Они сидят и обсуждают это, да, робот, действительно робот, робот, робот же робот, да, да. И вот меня волнует вопрос всегда, то есть никто никогда не стоит и не скажет, мы делаем хуйню, давайте этого не делать. И сделаем что-нибудь другое. И этого человека нет вообще нигде. Ни в какой отрасли, ни в какой другой сфере. Саня, ну ты тоже много хочешь. Если они скажут, что они делают хуйню, они скажут, дайте делать не хуйню, они хуйню делать не умеют. А ты что, их расформировать что ли, блядь? Вот они сидят, производят эти вот, блядь, коробки. Ну и все. Ну хоть бы наладили тогда суверенную продукцию какую-нибудь. Какую, блядь? Ну и продавали бы маленьких роботов, и может быть тогда у нас космос был бы еще не совсем. Ты бы наладил вашу введенную продукцию, продавал бы маленьких Сталинов, блядь. Как же бы ездили, такие маленькие на столе бы ездили бы. Меня потом бы за это засудили, поскольку пришли бы, потом сказали, как ты можешь Сталина, блядь, там, поросить Сталин. А ты зарегистрировал свой знак? Нет, еще нет. Вот из-за этого? Ну, в том числе, скорее всего, да. Поскольку Сталин у нас является... Светлым ликом. Абсолютно. К делу Ивана Голунова. Честно сказать, хуйно что-то здесь добавить, да, по-моему, дело выеденного яйца не стоит. Вот менты хотели заработать себе палку, подкинули человеку наркотика. Потом, значит, встала вся общественность на защиту его и так далее. Мне интересно только одно. Вот фактически и мы с тобой в тот же момент познакомились приблизительно. Ну, да. Вот почему вся общественность, независимо от того, за Путина она или за Навального, все объединились и, типа, потребовали справедливого расследования? Ты как думаешь? Нет, ну, во-первых, там добавить есть, что по поводу того, что там интересные события. Срок ты имеешь в виду Голунова надо добавить? Нет, 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 добавить, потому что ты сказал. Например, тот, кто подбрасывал наркотики Голунову, сейчас стал начальником обслуживания безопасности в магазине «Красное и Белое». То есть теперь он может там подбросить, например, пакет кому-нибудь человеку, ну, просто пакетик. Нет, наоборот, он будет следить за тем, чтобы воры, он-то точно понимает, как по карманам люди что прячут? И можно потом сразу кого-то посадить. Ну, на то, что... То есть он с пола просрочку будет подбрасывать, блядь, и в этих людей... И сразу наказывать, да, потом дело засекретили. Нет, вот то, что так все восстали против этого дела, мне кажется, это как раз-таки там же была череда уголовных дел, и связано с коррупцией, когда и у каких-то полковников, там еще у губернаторов, прочее находили, и все люди испугались, что вот этот монстр, который питается уголовными делами, он сегодня ест всех, и товарищ майор, безразлично, ты либерал, патриот, там... Мне просто кажется, безразлично либерал ты или патриот, тут очень много торжков. И каждый знает, что, блядь, сегодня ты дунул, как бы, блядь, а завтра тебе накидали на карман еще метамфетамины, и по 228 ты уехал. В том же дело, что они подкинули наркотики человеку, который вообще ничего не употребляет, ну, как это же была экспертиза о том, что у него ничего не найдено в крови, не было состава. Мне интересно, почему они этого не знали, есть же оперативная разработка, и там тебе говорят, этот человек торчит, там... Ну, блин, значит, те же самые... Мы возвращаемся опять, как бы из моих устных смешон не звучало, бегаем по кругу, потому что, блядь, такие же люди делают робота Федора, а такие же люди подбрасывают наркотики, работают в практических органах, такие же люди строят дороги, такие же люди там освещают потом мосты. Ну, а почему... Слушай, Сань, почему все... Хочешь бухнуть? Ну, давай. А почему все объединились, скажи, пожалуйста? Ну, потому что страшно стало. То есть, блядь, до этого страшно ни хуя не было? До этого страшно не было. Я думаю, что это так все пронесет, а тут видели, что дело абсолютно какое-то вопиющее и полный пиздец. То есть, человек понимает, что он никак не связан с какой-то нарколабораторией и все вот эти идиотские рассказы, что так же завтра можно объединить любого, тебя практически искать вот здесь у тебя. Я лично охуел, когда я увидел эти фотографии, я совершенно четко понимаю, что, да, что это не мандарины фабрика. А это, это гашиш. Да, не гашиш, какой гашиш нахуй, блядь, это МДМа, блядь. Что, не видишь, что ли? Меня, на самом деле, забомбануло, когда я увидел вот эти фотографии явно подпольного цеха, такого сраного абсолютно, что у журналистов его точно не могло быть, потому что он это прям палево и спалево. То есть, причем они же начали сказать, что это у него дома было, хотя у него квартира однокомнатная, то есть там, ну, абсолютно невозможно ничего такого. Какие-то силажи фотографии, да. Слушай, от горящих пердаков возмущенной общественности к горящим лесам. Тоже тема, которая, на самом деле, объединила в этом году всех. Это горящий лес, а понимаешь, что тайга горит плюс-минус каждый год? Не, ну, она не всех объединила, там, губернатор говорит, ну, дай, дуй, хуй с ней, пусть горит дальше. Ну, ты знаешь, что они целые разработали штрактаты о том, что иногда лучше, нахуй, чтобы все это сгорело, это дешевле, чем тушить эту всю поебистику. Да, в принципе, я почему бы и нет, да. Лучше разворовать, чем не разворовать. Ну, на самом деле, мне кажется, что действительно, ну, вообще стартом всей этой истории было то, что кто-то пиздил лес. И потом решили, а пушки эти облить, пиздить, забыться и снять. Ну, да, чтобы потом не доебал сняли их никто. Давайте к Тимоти и лайкам перейдем. Вот Тимоти выпустил вместе с Гуфом клип в поддержку того, как похорошела Москва, и клип все обосрали, задизлайкали, и вот это же тоже такой момент странный. Объясню, почему странный. Потому что Тимоти приблизительно делал все то же самое, каждый выборный цикл. В принципе, можете сейчас перематывать. Сейчас тут будет Сергей рассказать, как Москва похорошела. На две минуты перемотать вперед. Смотрите, парк Горького когда был, он как бы был хороший. Знаете, ужас, что творилось, да? А смотрите, раз, сейчас... А вот смотрите, велодорожки, например, да, иди нахуй. А вот, например, смотрите... На велодорожках невозможно идти. Иди кольцо, иди ты в пизду. Ты можешь есть как раз на велодорожках. Ни херя, в том-то и дело, чтобы эти велосипедисты, твари, знаешь, как летают на этих велодорожках? Ты по них хера проедешь бы. Они тебя собьют и переедут. Это, причем, кстати, у меня часто бывает с велосипедистами такая история, они меня проезжают, а почему ты едешь на велодорожке? А по поводу парка Горького, смотри, шашлыков нет. Нахер парк без шашлыков. Не надо. Вообще, в шашлыки, я считаю, ты прав. В парке должны быть шашлыки, пиздюли и изнасилования. Иначе нахуй не нужно никакой парке. Это ваша интеллектуальность, все смешали, и говно варить. В парке должны пиздить, наваливать за щеку, и шашлык-машлык, блядь, дела. Отдыхать и вкусно есть, а там что-то ничего нет. А почему тебе лет не отдыхается-то? Не отдыхаюсь. Ты сильно напряжешься ли охуенно? Приезжаешь в парк и, сука, блядь, напрягаешься. Я абсолютно отдыхаю. Нет, это никуда не идет. Вы, кстати, почему вашего кимати-то опиздюлили? У нас на эту вид, а? Вот вопрос дальше. Почему опиздюлили кимати? Ну, как бы он все же годы одно и то же вроде как делал. А сейчас почему-то это такое бурление говно вызвало. На самом деле, это очень интересный факт, что общество стало больше политизированное, чем его кумиры какие-то. То есть и сейчас люди приходят к актерам, певцам и говорят, слушай, почему ты не говоришь о политике? Если человек раньше говорил, я вне политики, он мог на этом съехать и чувствовать себя прекрасно, то сейчас это уже не срабатывает. И люди сами требуют от своих кумиров, медиаперсон, именно высказываться. То есть это тот самый момент, когда уже начинает публика диктовать. Это, конечно, хорошо просто на всем певцам. Ручил голову. Ну а почему ты считаешь, что это хорошо? Что там, блядь? Ну, нам сегодня пизда скоро, если что. Да ничего нам не пизда. И слава богу. Да пошел ты нахуй, блядь, почему вот сразу нам пизда, блядь, нам пизда. Мы те вот, блядь... Да мы что-то лайки поставим, дайте мне лайки за именем системы тебя, и любовь, который против. Ну что он тебе, блядь, захорошили весь город, блядь, все тебе не нравится, блядь. А у тебя пандус есть в подъездах? У меня лестницы нет. То есть у тебя только... Нет, на первом этаже... Одни вот эти круговые травы такие пей. Да, одна большая металлическая бутылка. Блядь, пиздец, мне потом зрители на Ютьюбе пизды дадут за то, что я сижу и, блядь, издеваюсь. Ну, пошел ты нахуй, ты сам, блядь, меня втравливаешь эти темы, блядь. Я реально не хочу шутить над этой хуйкой. Я считаю, что это ни хуй не смешно. Ставьте гизы и проклиняйте меня на ее. Блядь, ну смешно, конечно, реально. Но, сука, я реально не хотел троллить. Он постоянно меня выводит на эту тему, блядь. В пизду, дайте перерыв сделаем. А вот тоже случай был, да, как говорится. Профессор расчленил. Нет. Отлично, блядь, Саня. Саня, отличный ход, охуенный вход. Слушай, ну, случай был, профессор расчленил, да. И? Ну, что сказать. Был бы закон о семейном наземе. Грустная травма, я так сделал, да? Ну, ты бы дал еще. Вот был бы закон о семейном наземе, он бы не расчленил. А так бы, блядь, расчленил. Или, думаешь, это же несерьезно? У меня вопрос, честно говоря, один. Ну, правда, он, может быть, прозвучит как-то кощунственно очень. Ну, понятно, что профессор Соколов мудак, мы даже не будем, да, сейчас этого обсуждать. Тут никаких вариативных историй не будет. Он мудак, возможно, он даже больной человек просто. Ну, блядь. Хотя, вы сейчас посмотрите, вот как он там орет. Алягер, Фрэмбалягер или что-то будет на каких-то этих своих. Он вообще-то даже кавалер по морду почетного региона, если я не ошибаюсь. Ну, он в обществе же этого. Дрочеров Наполеона состоит. Ну, и просто, и не только. И в российском, там, военном. В РВИ, у РВИ, у российского военно-исторического. Да, из которого благополучно выпилили. Через два часа после сосадей. Как будто его и не было, и все так легко сделать. У меня вопрос вот о чем. Ну, вот несчастные девушки, да, которые были с ним, значит, в отношениях романтических. Что, блядь, они в нем находили? Старый какой-то мудак. Не олигарх, у него нет никаких джетов, самолетов. Он максимум, что может сделать, блядь, дипломную работу тебе там, ну, как-то защитить. Зачем вот он тебе нужен? Ты меня сейчас спрашиваешь. Ну, не тебе, ну, в смысле, блядь, не тебя? Зачем он им нужен? Да это бог бы с ним, да, как говорится, у каждого свои вкусы. Кому-то нравится клуб. Мне больше всего в этой истории интересны люди, которые встали на его защиту. То есть после всей вот этой истории. То есть он мало того, что он реально психически какой-то ебанутый преступник, он еще и мудак. То есть он пошел топить эти руки и сам, соответственно, упал же. Так он не упал, ты не понимаешь? Руки, я тоже думал, что он упал. Он утопил руки, а руки всплыли. И он их пошел топить дальше. Правильно. И тогда он ебанулся уже. Ну, и перед этим еще он позвал своих друзей на вечер. Да, труп уже лежал в соседней комнате. Вот мы здесь сидим, а там, возможно, лежит расчлененный труп. А мы с тобой бухаем там. Хай, 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 хай. Нас в эти проверения. Только кто из нас пойдет? Сходи. И, собственно, вот эта вся хуйня была просто, ну, вот, где хладен труп, там стол стоит. Да, и это доказывает еще раз, что у самой даже безумной идеи найдутся сторонники. Какие-то там, какие-то ебанашки, которые будут доказывать, и говорят, что все не так однозначно. Кстати говоря, действительно, не все так однозначно в том плане, чем это закончится история. Поскольку его сейчас отправили в психиатрическую, на психиатрическую экспертизу. Выяснится, что он на самом деле немножко нездоров. То есть ты считаешь, что он выпустят, что ли? Нет, и все там удивительное. И, возможно, через год-два он спокойно выйдет. И станет опять почетным членом РВИО? Как минимум. Как минимум. Вообще, это, конечно, интересная история. Вот эти все реконструкторы, поскольку мы же помним, это они возглавили движение на Донбассе. Ну, в том числе их там было много. То есть такие ребята со странностями. Хотя, в принципе, это и логично. Вот если взрослый мужик там одевает на себя какую-то гимнастерку, прыгает и как бы что-то в говне, в каком-то окопах, жрет эту кашу зачем-то непонятную. Я когда в институт поступил, у нас была группа людей, которые в нескучном саду в Москве разыгрывали, значит, властелин. Ну, они тоже, они не реконструкторы были, они играли в властелин и колец. Одни были, блядь, хоббитами, другие эльфами, третьи на углу. Значит, тоже ебантизм какой. Не, ну, эти хоть, так сказать, никому ничего плохого не делали. А реконструкторы, блядь, кому ничего плохого? Нет, ну, они же готовятся к вечной какой-то войне, они что-то ждут, ходят, отдают себе команды, собирают отряды, они верят, что они возглавляют там какое-то движение. Вот сейчас они вернутся в бой и со своей миской себе там моложат тушенки, поедят и пойдут обратно домой смотреть. Не, ну, я тоже считаю, что они ебанаты. Здесь я с тобой, конечно, согласен. Проблема в том, что эти ебанаты находят покровителей на самом верху, как мы это видим. В частности, за Соколова вписывался тот же самый Мединский. Ну, он не вписывался, это такое тоже передергивание. Не, ну как не вписывался? Он говорит, ну, вам не нравится Джокер. Нравится вам Джокер, а почему Соколов не нравится? Ну, это да, я не понимаю, это статуя. Это, конечно, тоже такой ебантизм какой-то странный был. По поводу еще странных дел, значит, если мы вернемся, значит, к другой теме, к московским выборам. Тоже странные дела. Да, дело странное со всех сторон. Там была история, которая, честно говоря, ну, вот, значит, певица горская, которая слепая, как мы знаем, с тобой, которая спела «Я не вижу других кандидатов». С ним мудрому мыть за ростой. Я выбираю его. И я в этом не виновата. Ведь я не вижу других кандидатов. Ну, хорошая песня, кстати. Да, охуительная песня. Не просто хорошая, а просто... Не, ну, а что, она видит других кандидатов? Нет. А ты видишь других кандидатов? Я-то не вижу давно, с 2002 года. Ну, и она не видит, слушай, с этим трудно спорить. Вот просто кто... Понимаешь, да, вот ей написали же этот текст, да? Вот эти харьки, значит, от этого чувака, за кого она там топила. За Метельского, кажется. Да, за Метельского, который не прошел в итоге в музыку. Вот как это могло произойти? И она не видела его победу. Да, Диана, значит, смотри, ну, ты слепая как бы, ты споешь, я не вижу других кандидатов. Смешно же. Ну, вот она сама не понимает, что она поет? Или вот те люди, которые ей дали этот текст, они троллили ее специально? Ну... Или просто на всем похуй, есть цена вопроса? Нет, слушай, мне кажется, тут вообще никто не думал, что это будет петь Диана Гурская. Просто был... Как не думали? Нет. В том плане, что они просто написали текст вообще, и у них пришли, говорят, что-то ей нужно испеть эту песню. Она говорит, ребят, ну, возможно, она сказала, я не хочу петь песню, а уже все поздно, некогда, нет времени переделать текст, мы за текст заплатили. Что, мы им два раза что-то за него платили, если кто-то записал, на него уже кто-то распилил, да, получил второй раз, это дополнительный трат, кому они нужны. Так что, давай, иди и пой. Она спела. Пиздец, ну, это, конечно, да, это пиздец, пиарщики, но и Гурская тоже, зачем пиздец, зачем она это взяла, блядь? Мы же не знаем, за сколько. Да, ну, да, за сколько бы не было. Ну, ты вопрос, ты незрячий человек, ты понимаешь, я не вижу других кандидатов, ну, ебать. Ну, правда, зато новая искренность. А, вот та самая, да? Да, та самая новая искренность, которую никто не видит. И мы что, в принципе, их, в принципе, не видим, а их нет? Нет. Ну, мы-то не видим сердцем. Следующим новостям. Вот, следующим новостям, выборы закончились, и начался, значит, сентябрь. Вернее, нет, не так, выборы потом закончились, они же были 9-го числа, а 1-го сентября было 1-го сентября. И там произошел ряд событий. Как ты помнишь, значит, на 1-го сентября было очень много совершенно каких-то неебительских выступлений, каких-то странных. Значит, в Питере росгвардейцы сделали показательный, значит, арест. В каком-то там селе школьникам пели «Рюмка водки на столе». Потом, значит, в Екатеринбурге вот этот бизнесмен открыл школу в стиле Софисова с этими смалахитовыми, блядь, унитазами и золотыми вот куполами. Ну, вот, знаешь, это, наверное, все-таки такое стремление русского человека создать праздник там, где его быть, в принципе, не должно. То есть у нас мало праздников. Их нет. И вот 1-го сентября, ну, какой-то праздник. Люди, вот ты ходил в школу? Я ненавидел школу. Наверное, люди все не любят школу. И поэтому, а, нужно, должен быть праздник. Я не понимал никогда, что, блядь, вот почему действительно это праздник? В чем там праздник? Ну, его нужно создать. И если праздника нет, то, значит, начнется придумывать вся вот эта ебатория с этими спецназами обязательными, которые захватывают учеников показатели, да. Вот его заводят эти туалеты, везде в золоте малахите, и окунают хоть и унитазы, и рассказывают, как дальше жизнь пройдет, и больше ничего, в принципе, они... Ну, то есть, в принципе, менты-то не так и не правы. То есть, они с детства готовят россиян к реальной жизни. К реальной жизни, да, к реальной жизни, о том, что они могут выйти, допустим, на митинг, да, и им там пригласить по печени, условно говоря, и никто потом не найдет этого мента. Зато, если там менту показать пластиковый стаканчик, он пойдет в обморя, как Грета Тумберг, и будет визжать, и из него будут исходить всевозможные бесы, и это можно потом, как и мы видим, благополучно сесть. Так, ты знаешь, да, кстати, что на счет бесов были же еще на первой сети молебны о хороших оценках, тоже вот совершенно странно. Кстати говоря, вот это нужно узнать, насколько они помогли. То есть, нужно провести... То есть, понимаешь, что... Поднять эпохиальную успеваемость? Да, ну вот смотри, вот, допустим, если ты строитель, ты строишь дом, и потом приходит заказчик и смотрит, качественно ли дом не упал, да. То есть, соответственно, у каждого есть... Их работу проверяют. Нужно проверять работу священников. Они же берут за это деньги, соответственно. И за освещение машины еще как-то. То нужно проверить, сделать фокус-группы, и собрать вот тех детей, которые прошли крестным ходом, и те, кто не прошли, и те, кто ходили ходом АОЕ, воровских ходах. И в этой серии, где кого лучше получил в жизни состояться. Кто пошел крестным ходом, а кто ходом воровских. Да, и выяснить, кто из них, соответственно, лучше приучил. Ну, ты знаешь, что я делал эксперимент, да, проводил? Вот, пусть так, как депутат там сказал, что если ругаться матом на рожь, она нихуя не взойдет, а если поливать святой водой, то заколоситься до потолка. Ну, вот здесь тоже нужно выяснить, также взять добровольцев на это дело, и, наконец-таки, расставить все кресты, что, да, правда, они. Кстати, это интересно, и ты сейчас так... Я никогда об этом не думал. Первое сентября, когда, в принципе, подавляющее число детей не хочет идти в школу, объявляется праздником, и, значит, все насильно кривляются. Там, как здорово, там, цветы, блядь, колокольчики. А окончание школы, которое реально все считают, как выпуск, блядь, освобождение условно-досрочно, наоборот, все учителя заставляют плакать, петь вот эту хуйню, когда уйдем со школьного двора, школьные годы чудесные прошли. Вот, то есть, все наоборот же. Ну, потому что у нас все наоборот, это не только, это не исключение. Кстати говоря, по поводу... Надо посмотреть выпускной... А, у нас же был интересный выпускной тоже. БДСМ. Да, именно, это было выпускной же? Выпускной, выпускной, конечно. Да, кстати, вот, и они не провели его в стиле, то, что ожидают таких выпускников в будущей жизни, что их будут стягать, пинать и унижать все оставшееся время. Ну, и ебать, соответственно. Ну, это уже опционально. Ну, как опционально? То есть, ты считаешь, кому не повезет, того не будут, да? Ну, на самом деле, это же тоже такой был большой хайп, когда вот эти дети, да, но они стебанулись, оделись в эти БДСМ-наряды, блядь, когда родители унижались, там, издевались над ними, значит, что мы вам испортим жизнь, родители сказали, что мы извиняемся за детей, что ж хуйня какая-то бессмысленная. Ну, знаешь, что вот есть какой-то бессмысленный там... Это же, понимаешь, все строится на том, что никто, на самом деле, не понимает, что происходит. То есть, кто поднял эту тему, директор школы, да, наверное, или кто тогда, я уже, кстати говоря, не помню, что там происходило, но смысл в том, что директор школы боится, что будет какой-то резонанс, и директор за это пролетит. И он, кстати, захочет прикрыть не только голые задницы выпускников, но и свою личность, и начинает там уже превентивно пугать и раздавать все возможные плетками удара. Ну, та же история, кстати, была с парнем с хвостом. Помнишь, который под златный Ибраимовича постригся, и которому, значит, все эти местные упыри в школе сказали, что, значит, ты не можешь так в школу ходить. Ну, он тоже, какой хуй, какая разница, как он, блядь, ходит в школу, с какой стрижкой. Ну, это то же самое, что какого хрена подходит лев против и говорит, перестаньте пить пиво. Слушай, ну, это все звенья, как говорится, одной гребаной цепи, что есть кому-то дело, и они навязывают. То есть, понимаешь, тут же именно... А может, вот ты не задумывался, может, мы с тобой что-то... Мы считаем, что это набор бессмысленных каких-то ритуальных действий. А может, для людей действительно это не бессмысленные действия? Может, они видят в этом какой-то абсолютный точный смысл? Они считают, что они борются со злом. Смысл в чем подойти и срезать там хвост у школьника и сказать... Да, потому что он сатанист, и в нем бесы разгулялись. Ну, мне же реально пишут письма люди. Сергей, в вас бесы кричат, вам надо сходиться поведаться. Правда? Ну, вот пойти проверить. А, на бесов, да? Да, выйдет бесы или нет. Ага. В проверочную сходить? Ну, как в КВД, блядь. Ну, вот... Сдать мазок на бесов. Мазок на бесов? Ты сдавал мазок на бесов? Это надо к Чаплину позвонить. А тебе пишут, кстати, вот, что ты, ну... Ну, религиозно вмазанные люди тебе пишут, что ты бес, тварь. Да, естественно, конечно. Они... Ну, они мне обещают ад. Так, я уже в нем живу. Ты отвечаешь. Поэтому, что вы мне покорите? Слушай, ну, вот, и чтобы как бы подвестись к мистической финалочке, давай поговорим о бурятских шаманах, которые вы... Это самое светлое, на самом деле, что было в этом году. То есть, в том плане, понимаешь, что он вот все стоит, ничего не развивается, и никто никуда не идет. А вот находится один шаман, который верит в то, что он дойдет до Москвы пешком. Это же прекрасно. У человека есть светлая цель, какая-то далекая. Вот это, возможно... Это вот, как, знаешь, вот цель там вот зайти и Креди Гаги, о которой мы говорили, нагадить у нее в комментах, объединяет людей. Также, соответственно, это была такая дорога, идущая вперед. Ну, как всегда, у него все закончилось уголовными делами. И арестами, и запугиваниями, к сожалению. Но ничего, это дело продолжается, и теперь на тропу вышел Дед Мороз Виктор. Это из банды шаман. Про Деда Мороза ты знаешь, да, что, значит, до Нового года был конкурс в Курске, кажется, значит, местное отделение «Ядра», или где они объявили конкурс детского рисунка, который назывался «Дед Мороз-Единороз». А Дед Мороз-Единороз? Дед Мороз-Единороз, дети там должны были рисовать Деда Морозом, здесь тем более. Мне страшно представить, что и им на лицах нарисовали «Ядра Морозом». То есть, за что они могли им нарисовать? Ну, многое, что интересное. На самом деле, и вот эта такая любовь к мистике, она в нашем роде же, она очень широко распространенная. То есть, у нас эти всевозможные гадалки, у нас всевозможные знахари. Ты знаешь, что у любого чиновника серьезного и олигарха у него обязательно есть свой личный знахарь, звездочет, гад, маг, гадалка. Не, ну, конечно, они смотрят на самого главного чиновника, он идет, допустим, к каким-то монахам, если не общается. А вот, послушай, а это вот эти серьезные... Это проверенные монахи, как бы, и они нормальные. Я знаю серьезных людей абсолютно, у которых... Хоть сказать, что Путин не серьезный человек. Ну, Путин же не ходит к магам. Ну, а монах от мага... Ну, он же не говорит, что все услышали, что я, прежде чем принять какой-то закон, советуюсь к монахам хожу. Нет. Он говорит, что я посещаю монах, потому что это духовный скреп. А есть люди, которые конкретно... Это на переговорах с тобой. Ты им продаешь, там, хуйляр, тон, чугуна. Сделка должна быть, там, 22-го января. А он, там, говорит, Евросиния Соломонова, зайдите. А она заходит, он говорит, ей, там, 22-го Сталина ГУЛАГ продает. Она такая, хуяк, лев в созвездии пизды. Значит, это туза налево, тудым-сюдым. Нет, это неблагоприятно, потому что Меркурий очень там... И все, и этот чувак говорит, спасибо вам большое, до свидания, сделка не состоится. Я реально знаю таких людей. Потому что реально механизмы, какие-то естественные, человеческие механизмы, они все, ничего не работают. И когда правовые механизмы, там, судебные и прочее отсутствуют, люди начнут уповать на сверхъестественное. Когда мы не поймем, что происходит, почему раньше люди, там, молились Громову или Молнию, они не понимали, откуда идет... Мне кажется, люди молились Громову. Ну, некоторые продолжают. Да, те, кто же продолжает молиться Громову, как мы знаем. И в этом плане начинают все больше надеяться на какие-то свои вот такие сверхъестественные способности. Хотя, на самом деле, я считаю, что у нас была такая новость одна, она просто незаметна. И в этом квинтэссенсе вообще всей нашей страны ей можно описать все происходящее, что было. Это значит, в Забайкальском крае 80-летняя бабушка пошла собирать грибы. Или какие-то там травы, еще какую-то херню. Все, по идее, ну, уже 80 лет, зачем тебе это надо? Естественно, как и положено, наша необетная родина, там не было никаких дорог, она заблудилась в лесу, залезла в трясину и застряла в этой трясине и целые сутки ревом отгоняла от себя медведей. И вот это, на самом деле, метафора того, что происходит с нашей страной в целом. Вот мы такая 80-летняя бабка в трясине, которая стоит, где может выбраться, и ревом отгоняет медведей, которые порождают ее больной разум. Ты знаешь, у меня другая, конечно, метафора абсолютно. Тоже была новость, о которой я говорил, она прошла, конечно, замеченной, но тоже не слишком широко. Рельсы, значит, две полосы железной дороги, на одной стоит поезд, значит, и показывает вторую полосу, и там в середине прям вбит бетонный столб. И вот эта Русь как бы хатоническая. То есть, блядь, ну почему вы въебали туда столб? Ну почему, блядь? Или вот дорога бывает, да? Сейчас во Владимирской области построили, значит, новую дорогу, а посередине тоже вхуярили столб какой-то электропередач. Почему это происходит? Ну вот ты дурак, вот просто какой идиот мог это сделать? Ну это происходит, и никто не находит этому объяснения. И на самом деле для меня вообще прошедший год на Святой Руси, он напоминает, как если бы Алису в стране чудес написали бы на блатной фене и поместили бы часть Алисы в стране чудес, начиналась бы там, где она начинается у Кэролла, а постепенно это на зону бы сдвигалось. И вот это все потом смешалось бы и перегиблось там. Кролик этот потом оказался бы вертухаем каким-то, блядь, Алиса потом бы была внезапно, блядь, стала бы, я не знаю, каким-то, блядь, главой какого-нибудь комитета думского. Вот это все вот так, вот так, вот так. И только безумные, знаешь, и мы с тобой на вершине этого, как шарманщик и безумный шляпник и мартовский заяц сидим, блядь. Слушайте, ну в заключении что хочется сказать? Сань, ты в Кремле был хоть раз? Нет. Ты никогда не был в Кремле? Нет. Давай я тебя отвезу в Кремль. Не надо. Ну почему, Сань? Нет, давай лучше вот это пошатаем в Кремль. Ну давай я тебя пошатать-то хочешь? Ну давай скроем, ладно, хотя бы. Смотри, давай вот как, смотри, внутри Кремля всегда лежат конфетки. С говном? Нет. Почему же конфетки? Видишь, золотенькие бумажки всякие, конфетки вкусные, коровки, хуёвки. Смотри, вот здесь Кремль все падает, рушится. Нет. И все туда высыпается. Это методичка, извини, пожалуйста. Мы потом ее прочитаем. Сань, ну хотя бы что-то не было в Кремле, давай вот я как бы тебе просто покажу. Вот он такой. Вот. Так выглядит Кремль. Вот. Я хочу просто пожелать, чтобы у всех год был такой, полный чашей просто, чтобы у всех было много ништяков, конфет, салатов оливье, икры, жвачек турбо, бананов и шоколадного торта. Плохой разве тост? Прекрасный. И всегда был рядом дорогой брат, ну, Федор. Да, дорогой брат Федор, чтобы был. Хорошего вам всего в новом году. Слушайте, это был такой наш экспериментальный с Сашкой формат. Возможно, мы когда-нибудь к нему вернемся, если вы нас не обострете. Или нас не посадят, они убьют. Да. Спасибо большое. Да, это Саша за оптимизм отвечает обычно. Вот. Если вам понравится, мы, может быть, с какой-то периодичностью раз в полгода будем вам вот такую вещь писать. С Новым годом всего вам хорошего. Оставайтесь такими же крутыми. Смотрите оба наших блога на Ютьюбе. Храни вас Господь. Ура. Ну, все, блядь, опять взрослый. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»